Приветствую вас, молодежь Брестской области. Очень радостно быть именно на таком собрании, когда множество молодых людей, собранные в одном месте, поклоняются живому Богу. Когда можешь видеть, что Бог делает что-то в сердце нашем, это велико, это так вдохновляет. Меня зовут Аскар. Я сам родился и вырос в этой церкви. Это для меня церковь родная, церковь спасения. Здесь прошло мое детство. Я с детства верующий знаю Бога. Мои родители сначала привели меня к Богу, потом я лично родился свыше в этой церкви. В 15 лет я посвятил Богу свою жизнь, отдал Ему свое сердце, чтобы жить для Бога. В моем сердце загорелось желание идти за Бога все дни моей жизни. В этой церкви я нес то служение, которое было по силе руке моей, обладая теми талантами, способностями, которые Бог дал, наделил. Одно время я трудился в медиаслужении, стоял у истоков определенных направлений здесь. Много времени трудились мы в молодежной группе прославления, когда мы могли вести молодежные служения, ездить в разные церкви по окрестным деревням, городам, служа, поддерживая маленькие церкви. И каждый раз, когда где-то бывая, сердце загоралось, такая вот любовь или какое-то такое желание, знаете, служить людям, может быть, имея какие-то примеры, образцы, на которые ты смотрел и хотел подражать, как написано, вере их. Но как-то вот с детства, даже вспоминающего себя подростком, понимаю, что в сердце появилось какое-то желание быть служителем Божьим, быть пастырем. Я не понимал, как это вообще возможно, потому что я родом из семи такой, ну, родители верующие, они служат в церкви, но они не священнослужители, они не несут такого служения, знаете, в церкви нигде. И думаю, ну, как это будет? Но шли годы, знаете, молился, и как-то вот внутри было понимание, желание того, что Бог где-то меня определит для служения Ему. Знаете, так Писание, оно нас учит и говорит, чтобы мы познавали, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная. Да, то есть есть три таких уровня воли Божьей. И это хорошо, когда мы можем служить в поместной церкви, делая то, где мы полезны, там было время, в службе порядка служил. То есть все, что по силе было в руке, старался делать и быть ответственным в этом. Но проходило время, а внутри то призвание или откровение, понимание, что Бог приготовил или предназначил что-то другое, оно всегда было. Где-то иногда подтверждалось каким-то пророческим словом, но я не мог понимать, как это будет, когда это будет. Я думал, что закончится вот учеба в моем высшем заведении, где я учился. Меня куда-то отправят, распределят, и вот начнется где-то служение, либо в какой-то поместной церкви, знаете, каким-то там, ну, помогать какому-то служителю, либо вот что-то будут делать, там, в деревне какой-нибудь, куда вот направят, распределят. Но так прошло распределение, меня оставили в моем родном городе еще там на определенное время. Здесь я женился, нашел любимую мою жену. Мы создали семью вместе, и я ей говорил, что у меня есть внутри откровение и побуждение, что Бог, что мы баранычек жить не будем, что нас куда-то Бог направит. Она согласилась идти разделить со мной это поприще, да, этот путь. Мы жили, служили, трудились, и знаете, проходило время, а ничего не происходило. То есть то, что вот делал, то и делалось. А вот к этому призванию как-то молчание было. И как-то один раз, помню, на свой день рождения, так вот мы сидели с моей женой, ну, рассуждали, молились, говорю, ну, смотри, годы идут, уже вот там столько мне лет, на тот момент было около 25, наверное, или 6 лет мне. Я говорю, а ничего не происходит, как-то вот так вот. И тогда мы услышали о том, что набирается школа миссионерская такая. Ее цель была не внешняя миссия, именно куда-то в другую страну, там, в другой, ну, где-то далеко, знаете, а именно локальная миссия. И слыша какие-то отзывы других людей, которые там проходили, ее, ну, как-то в сердце зажглось желание быть там, учиться там. И, знаете, не только свое желание такое вот хотелось, чтобы вот ты когда бываешь в таких моментах, в каких-то общениях, ну, ты зажграешься. Но очень болился, чтобы и жена со мной вместе вот туда поехала, чтобы ее что-то вдохновило, знаете, чтобы вместе быть полезными для Бога. И мы так приняли решение, чтобы ехать, учиться, знаете. И эта школа, она предполагала потом распределение. Ну, то есть будет предложено куда-то или в помощь кому-то, либо там начинать новую церковь. Знаете, мы поехали с таким желанием, что мы, в принципе, готовы куда-то переезжать, готовы служить. Так обстоятельства наши складывались здесь, что там ее работа, контракт заканчивался, ей не продлевали. У меня уже год работал, скажем, удаленно так, не был привязан к какому-то месту жительства. Квартира, где мы снимали и жили, у верующих людей было такое условие, что когда их дети подрастут и будут выходить замуж, то нам придется ее освободить. Мы там пять лет прожили и, знаете, уже начинали слышать, что где-то что-то намечается. И понимали, что нас и отсюда попросят уехать. И как-то вот так вот все, знаете, в одну кучу сложилось. То есть пришла какая-то полнота. И когда мы приехали на эту миссионерскую школу, чтобы учиться там, ну, там был период полгода, нужно было учиться, а буквально на первом занятии или там через месяц нашего этого обучения, знаете, приезжают служители, и наш епископ теперь в Витебской области, это Павел Алексеевич Ченикайло с Сергеем Павловичем, с Вором приехали, и говорят, есть церковь, где нужен пастор. Вы сюда приехали, чтобы быть служителями, знаете, из той группы, которая была, ну, подозвали две семьи, и нам такое вот предложение поступило, что надо ехать, надо служить. Первая семья, она ждала ребенка, и как-то сказала, ну, вот на данный момент, прямо сейчас мы не готовы. А мы были свободны. У нас на тот период с Олей моей не было пять лет детей. То есть мы тоже делали по мере сил. Она служила в церкви, в воскресной школе занималась, но у нас пять лет не было детей. И мы говорили, ну, нас в принципе ничего не держит, мы готовы, но мы так не умеем. Мы говорим, нам надо, ну, мы-то приехали сюда с целью, чтобы быть полезными для Бога, но нам нужно какое-то подтверждение, удостоверение, знаете, и мы говорим, мы будем молиться, ну, и как минимум хотя бы закончить вот это обучение наше тут. И все это время мы с ней молились, мы брали посты, мы, знаете, ходили, старались быть на какой-то молитве, где есть сосуд Божий, там, не называя нужды, пытались, ну, как-то вот, чтобы Господь проговорил, чтобы Господь что-то сказал. А знаете, а Господь молчал, а Господь ничего вот в это направление не говорил. И как-то так вот однажды уже, ну, так тоже дома молясь, наш епископ, он там каждую неделю нам звонил, спрашивал, ну, вы уже подумали, может быть, может, уже готовы дать ответ, согласны или нет? Мы говорим, нет, еще не подумали. И вот однажды мы так с ней молились, были в посте в тот день как раз, и рассуждаем между собой, что если Господь нас не отправляет, ну, не говорит, что нет, это не мое, там, нет, меня не останавливает никак, да, но и не подтверждает, то есть он дает нам выбор, он дает нам возможность самим взять какую-то ответственность на себя. Знаете, друзья, дорогие, так часто нам хочется вот эту вот ответственность на кого-то другого возложить, да, и в случае там каких-то проблем, вопросов сказать, это не я, это жена, которую там ты мне дал, да, это не я, это змей, то есть на другого. Но мы как-то рассуждали с ней и поняли, что Бог хочет, чтобы мы взяли ответственность на себя в каком-то посвящении, в каком-то деле. И вот так вот утром, проснувшись с ней, рассуждая, приняли такое внутри решение, что мы согласны. И знаете, буквально прошло 15 минут после нашего с ней разговора, уже недели две-три наш епископ не звонил, и тут он через 15 минут нам звонит и говорит, ну, может, вы уже подумали и готовы дать какой-то ответ. И мы говорим, мы согласны. Знаете, он говорит, а с пастором церкви вы вообще общались, беседовали, говорили ему о своем желании? Мы говорим, ну, еще нет, потому что только вот, вот только-только сами решились. Он говорит, ну, сходите, побеседуйте, если благословит, отпустит, то будем дальше думать. Мы в этот же день, вечером было служение здесь в церкви, мы сходили, после служения остались на беседу, пообщались с пасторем и сказали ему о своем желании, решении. Спросили, может быть, ему мы тут на месте, ну, скажем, будем чем-то полезны, или он готов нас благословить, чтобы отпустить. Он сказал, я, ну, с моей стороны нет никаких препятствий, если Бог посылает, пусть Господь благословит. Знаете, мы получили от него благословение, мы в тот же вечер проходила молодежная молитва, ну, это как бы первый раз такое, ее раньше не было, и мы поехали там на дому, была молитва, она уже началась, мы после беседы этой задержались, молитва уже и шла, и мы так тихонечко встали в сторонку на колени, молились. Знаете, не успели мы встать на колени, Бог поднимает сосуда своего, и Он подходит к нам и говорит, решение, которое вы приняли, оно от меня, благословлю и поведу. Знаете, друзья, дорогие, произошел потом переезд, ну, после этого мы переехали в город Оршу, чтобы, это Витебская область, чтобы туда жить. Знаете, в моем всегда понимании и представлении было, что, ну, может быть, пастор какой-то там сельской местности, там в деревне, какая-то небольшая церковь, а тут, знаете, город, такая ответственность, такое все. И просто, когда ты посвящаешь себя Богу, то Бог, Он знает, где ты будешь полезен и где тебе нужно быть. И, знаете, как бы еще одним таким подтверждением того, что Бог нас благословил и дал нам понимание, что мы на своем месте, когда мы переехали, у нас пять лет не было детей, а через месяц, как мы там поселились и начали жить, мы беременеем, и, знаете, у нас рождается дочь, через полтора года еще одна дочь. И, короче, на сегодняшний день Бог благословил нас четырьмя детьми, две девочки, два мальчика. Мы сегодня можем понимать, что мы полезны Богу, что мы можем быть Его служителями, в Его уделе. Нас всегда вдохновляет наш такой семейный стих. Это Матфея 19 глава, 29 стих написано, что всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит вас сто крат и наследует жизнь вечную. Иногда нам задают вопросы, говорят, ну, как бы вы вот с такой церкви, благословенной церкви, там многочисленной, где молодежи много, и вот так вот решились уехать, ну, тяжело вам было, не тяжело. Знаете, друзья, дорогие, конечно, в жизненном пути всякое бывает. Может быть, для меня это легче перенеслось. Бог с самого детства или с подросткового периода готовил. Жене немножко тяжелее далось, но, знаете, на сегодняшний день я вижу ее поддержку, ее ободрение и опору, которую она оказывает со своей стороны. И сегодня мы можем быть полезными. И мы видим, что действительно Бог то, что обещает, то, что Он говорит, что вы получите во сто крат больше. Сегодня не нужно жалеть того, что ты что-то теряешь, когда ты посвящаешь себя на служение Богу. Потому что Бог, Он готов благословить. Бог, Он готов дать несравненно больше, о чем мы просим или помышляем. Потому что Бог наш, Он Бог богат и милостью. И, знаете, как-то раньше слышал о том, что вот есть нужда в делателях, сжатвы много, делателей мало. Но когда ты окунаешься прямо вот в эту атмосферу или, скажем, в такие локальные вопросы, проблемы, когда ты понимаешь, что есть служителя, которые там по две, по три церкви ведут, потому что нету тех, которые бы говорили. Я раньше в своем понимании думал, что, ну, как я, может быть, кого-то более опытного, там, со стажем, пусть бы поехал, но тем более там уже церковь была. Это не вновь образуемая, а церковь была. Знаете, но я понимаю, что сегодня Бог дал нам, ну, не то, что привилегию, чтобы мы этим хвалились, а Бог дал нам особое благословение знать Его с детства. Мы много чего знаем, мы много что слышали, мы научены молиться, мы научены различать как-то духовное от душевного, да, и прочие такие моменты. И сегодня я понимаю, что есть те места, есть те люди, которым нужны служители, которые бы вместе с ними могли проживать эту жизнь, которые вместе с ними могли бы нести Евангелие погибающему миру. И знаете, меня вдохновляет Филипп, который, имея, знаете, там в девятой, в восьмой главе Деяний, там написано о том, какое движение было, да, там, когда Павел побивал камнями, когда там вот происходили всякие вещи, там, пробуждение, бесы изгоняли, значит, такое вот, ну, сила. И когда Бог говорит Филиппу, «Встань и иди на дорогу, которая пустая». И я верю, что Бог, Он сегодня хочет поднимать из вот этих вот мест благословенных, мест таких вот оазисов, Он хочет поднимать молодежь, поднимать братьев, поднимать сестер, потому что сегодня служение есть не только для братьев, да, сегодня есть служение, где могут и сестры быть полезными, и в каком-то, и в детском служении, и в каких-то других направлениях. И когда я вот стоял перед выбором оставлять служение здесь, в родной церкви, думаю, ну, а кто вот займет мое место, ну, в смысле, вот кто лучше сделает, чем я? Ну, а что будет дальше с этим служением? Ну, сегодня проходит время, и я понимаю, что дело Божие, оно не останавливается. Когда ты уходишь на твое место, Бог взращивает и посылает тех, которые могут совершать что-то тоже. И сегодня, если Бог чье-то сердце побуждает к тому, чтобы быть полезными в Его винограднике, не глушите этот звук, но ищите Божьей воли, Божьего направления, откровения, руководства Божьего, и не ожидайте, что это откровение придет со стороны, ну, какой-то другой, извне. Но учитесь брать ответственность на себя и быть ответственными в тех делах и в тех вещах, которые Бог нам доверяет. Поэтому пусть Господь благословит вас, чтобы в нашей Витебской области кто-то, может быть, изъявит желание приехать, чтобы служить, трудиться. Подойдите к своему пастыру, к служителю, пообеседуйте, пообщайтесь. Я верю, что Бог, Он хочет направлять, хочет поднимать делатели. Знаете, есть и другие области, которые нуждаются в делателях. Пусть Господь благословит нас. И я хочу, чтобы мы еще кратенько помолились о делателях Божьих, о жатве, которая поспела, и о каждом из вас, чтобы Бог ваше сердце возогревал для этого. Давайте встанем для молитвы. Отец Небесный, я благословляю Твое имя, Святое Божие. И сегодня я хвалюсь и благодарю Тебя за то, что Ты открываешься нам, что мы знаем Тебя, Бога Живого, Бога Сильного, Бога Спасающего, Бога Милующего, Прощающего. Господь, мы благодарны Тебе, что имя Иисуса Христа, оно сегодня является той башней, в которую мы можем убегать, сокрываться, быть в Нем в безопасности. Отец Небесный, я прошу Тебя сегодня, зажигай сердца Твоей молодежи, народа Твоего, Господь, зажигай сердца, быть полезными в винограднике Твоем. Я знаю, что, Господь, у Тебя есть призвание для каждого свое. Отец, Ты не действуешь по каким-то шаблонам или по каким-то нашим представлениям, таким вот накатанным. Господь, у Тебя для каждого есть свой индивидуальный план. Я прошу Тебя, Боже мой, сегодня, в то время, когда сжатвы много, когда сжатва поспела и готова, я прошу Тебя, Господь, возжигай в сердцах огонь, который бы горел изнутри, который бы не давал покоя, Господь, чтобы молодежь, она могла служить Тебе в поместных церквях, где-то на районе, где-то, может быть, в других городах, деревнях, Господь, может быть, в других странах. Отец, я прошу Тебя, поднимай, служить Тебе, учит, чтобы мы молились, чтобы просили, Господи, на жатвы. И мы сегодня молимся об этом и благодарим Тебя, Господь, за это время благоприятное, которое мы имеем. Будь прославлен и благословен, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Аминь.